Сотрудники Ryanair не отвечали на звонки. Весь этот фейк, весь этот обман ради того, чтобы схватить и бросить за стенки 26-летнего бывшего главного редактора «Нехты» Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софию Сапеву. О чем думал Лукашенко? Неужели не понимал последствий? Эти вопросы, с одной стороны, конечно, закономерны, с другой стороны, они и не имеют смысла. О чем думал диктатор Чадохи Санхабре, когда сам пытал и насиловал арестованных инсограждан? О чем думал все тот же Идиамин, когда за ним прижилось прозвище «Угандийский мясник»? Почему Бакаса заслужил славу каннибала, а Дювальев Гаити верил, что души его врагов переселяются в собак? Уверяю вас, это вопросы того же порядка. Просто нас вводят в заблуждение декораций. Люди в пиджаках, говорят по-русски. Вокруг Европа. Минск – международный авиахаб. Политолог Артем Шрайбман дает несколько иной ответ на тот же вопрос. Неужели арест Протасевича будет так важен? Скорее всего, Минск и правда не предвидел таких масштабных последствий. Но он не смотрел в эту сторону. Режим выживания обострил туннельное зрение белорусской власти. Вся энергия направляется в одну точку на нейтрализацию врагов. Побочные эффекты, вроде проблем с репутацией, выпадают из процесса принятия решений. Чтобы не попасть под раздачу, никто в системе не возразит инициаторам очередного акта возмездия или наказания оппонента. Механизмы отбраковки опасных и опрометчивых шагов просто перестали работать. Механизмы отбраковки опасных и опрометчивых шагов. Механизмы отбраковки опасных и опрометчивых шагов. Дю нее шума реакция горе кермер мэкаадый. Бэ фкратит, ортой отп шуму орар мэкаадый. Эдинетдлиг экчекait бэллое. Гоне дюнья му. Она болон реакциати, эран гуйчат бэллое. Бэ яр мэтрəп аглацак бэллое. Хамаз, мэзэй чурыйты, бэз, шон эtheфир нэ дэйди, оло вэке, бэллое. Я считаю, что я считаю, что я говорю. то есть, мне сказать, что у Беларуси есть интересные проблемы, мы это не решили, есть копия, мы должны работать. Нет, в когда-то деле. Без торговой цели и диктатуры граждане, если это хорошо, то есть говорит комментарий, что это ваш с этим человеком деньг, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzок Они не имели, они не были. Они не были. Они не были. Они не были. Они были. Они были. Они были. Они были. Они были. Они были. Неофициальный логотип Белавия теперь такой. Это маршрут рейса, который не пустили в Барселону, и он сбрасывает топливо. В народе называется Audi+. Лукашенко достанет вас даже в небе, воплощает без запрещенности. Официальный символ Белавия теперь грустный самолетик, который очень хочет летать, но самолетами, конечно, дело не ограничится. Поэтому вопрос на засыпку. Как выглядит грустный Калий? Может быть так? Европа обсуждает направление главного удара секторальных санкций против Минска, и одно только ожидание этих санкций уже обвалило котировку белорусских государственных клубах. Главный мишень уже очевиден. Это Беларусь-Калий. Беларусь-Калий – это главная статья белорусского экспорта, почти пятая часть мирового рынка калийных удобрений, 25% европейского рынка и, как говорят, серьезный удар лично по Лукашенко. То есть довольно много. Агентство Reuters пересказывает разговоры европейских министров иностранных дел в Лиссабо. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил. Думаю, ключ ко всему – калий. Мы знаем, что в Беларуси его производят очень много. Эта страна – один из крупнейших мировых поставщиков. Я считаю, что если мы разработаем что-то в этом направлении, это очень сильно ударит по Лукашенко. Ты подумаешь, мы пойдем в Азию, уже говорит Лукашенко, но на самом деле здесь могут быть большие проблемы. Поставки в ту же Индию, с которой Беларусь-Калий только что заключил большой контракт, идут через литовскую Клайпену и запрет транзита фактически остановит компанию Беларусь-Калий, а это 2 миллиарда долларов в год и тысячи сотрудников, которые останутся без работы. Проблема в том, что без заработка тогда останется и порт в Клайпене. Затем нефтепродукты вместе с калием – это уже около 2,5 и на миллиардов долларов в год, и российский газ. Мы также полагаем, что газ, который поступает в Европу через Беларусь, все равно идет в Европу, но по-другому без проводов. Что немаловажно, Беларусь потеряет право транзита, добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борей. И правда, северного потока и трубопровода через Украину пока хватает, а тем же немцам, да и Москве, остановка газового транзита через Белару. Ну а, это не только для нас, но и на миллиардов долларов. И так, что в Европу через Беларусь. Это очень много миллиардов долларов, который делает Лукашенко, который делает руководитель. И поэтому, что в Европе, в Европе, это не только для людей, это не только для людей. И не битюй дюллети сон на дейан чеки. Аллах аппарян ерем Путин еремя. Ватандашки. Менштаада Беллицек дадима. Дередим, шоат НЕІЦИ июляри. Букашенко Белорусиада президент болгоди. Шоат, овени Европа на инфонг диктатарам дейп, адландырды, овени, овени адландырды. Эммекшин биле, юна та халқы. Көчеа шықмаймша, хич кім термі чықармады. Нешуң аршына санкция герділі, нешуңа біргат дейділі, хич та деймін. Юна хачыным, халқы көчеа шықты. Халқы протесты шықты. Халқ тайм олы өз дұрмышын үйткөтмегі үчін түрмегі 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 түр Митинговат отмене, ага, тркватно, хокмену рухать. А диктатурализм остался. Шона егер рухать больше, О и денетг Rules'и выдащих акула, О ли гигиевлия басче этим пащалю. Гоюна хал, не ащу, буй учете, Гигиевлия и дащихвилия. Ол эденетгاؤ, generating люди акула. Шонлук блэ ол ай вивене yanlış иё, Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 позицию белорусских партнеров о необходимости и конвертной готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей. О, и Лукашенко, и Мишустин знают, прекрасно знают, что такое транспарентное расследование. Сначала надо украсть у Навального одежду, а потом не забыть сказать, что нашим представителям так и не выдали требуемые документы. Расследование уже ведет ИКО, Международная организация гражданской авиации. Результаты будут через месяц. Но при чем тут Россия? Зачем делить с Лукашенко лавры воздушного пирата? Знакомая постановка вопроса. Для Путина привычное дело. Ему часто приходится покрывать, отвечать за любые безумные выходки своих фассалов. Знакомая постановка вопроса. Великобритания курса Лукашенко, великая расследование, устанавливать квадратное Более того, когда Белорусское КГБ выкрало в Москве Александра Федута и Юрия Зинковича, стало ясно, что в выходках Лукашенко Путин участвует как минимум на правах второго режиссера. Кстати, Федута тоже уже признался, точно так же, как Протасевич, что да, он участвовал в заговоре. Как подростки извиняются перед Кадыровым в Инстаграме, так и диссиденты, попав в Лукашенковский за стенки, признаются абсолютно во всем. В другом письме родным Федутов написал, что он понял, как он угодил поставленную для него ловушку, но без подробностей. Так или иначе, красная линия, про которую Путин говорил в послании к федеральному собранию, теперь проходит через Ницк, потому что Лукашенко лежит на бруствере, а Путин отдает командой ставки. Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши, чтобы что-то обсуждать. Ну, нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем мы... Воздушное пиратство Лукашенко усугубляет и без того крайне тяжелые отношения между Путином. Путином и Западом. Лукашенко превращается в международную проблему, в казус Белли. В прессе уже появились утечки о том, что член НАТО Турция заблокировала резкий вариант резолюции альянса в отношении Лукашенко, чтобы не испортить отношения с Россией. Лукашенко теперь не просто тиран, убийца, террорист, воздушный пират и продолжатель дела Каддафь. История с захватом самолета и новая уже прочная изоляция на Западе окончательно замыкают его на Путину. Уже понятно. Не менять Лукашенко, не присоединять Беларусь к Кремлю не будет. Эти попытки в прошлом. Повисший на дотациях из Москвы, Лукашенко все-таки превратился в путинского вассала. И уже вошедший в обиход термин «чеченизация Беларуси» вполне точный. Лукашенко... «Ха вотандашлы алика. Инни Лукашенко пиратом молли, ми народом террористом молли, «чинайеткаром молли, хичми герек дейлим молли». «Ини бетюль дюня ковкалю». Бородан журналисти тучок болонцу. Звучит музыка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok